Финал в тяжелой весовой категории, в категории свыше 100 килограмм. Якушев Дмитрий из Липецка, противостоятельным будет Шалимов Александров. Из Севастополя, в Великой Крым. Шалимов, знаете, чем интересен был до финала, он никогда не стоит. Он всегда двигается и готовит четкие атаки. Ну, посмотрим, как здесь будет получаться противостояние с Дмитрием Якушевым. Во всяком случае, впечатление он серьезное оставил о себе, да и заявку на лидерство. Лидерство высокой категории свыше 100 килограмм. Да, вот он. Не-не, я так говорил про Шалимов. А Якушев, Якушев вам понравился больше всего, Григорь Александрович. Вы говорили, что тоже ожидали, что он как минимум будет в финале. Да, потому что я уже сказал, он мне очень запомнился. По первым поединкам. Да, по первым поединкам и запомнился, значит, соу-выступлению в Тюмени на турнире категории про для юниоров, где был в призах. Он представляет Липецкую область. Игорь Диулин, его первый тренер и продолжает его с ним работать. Ну, а это воспитанник Артура Вартаняна, Александр Шалимов из Севастополя, представляющий вооруженные силы. В Софии в 2020 году он был бронзовым призером открытого Кубка Европы. Побыстрее, конечно, в силу антропометрических данных выглядит Шалимов. Это, наверное, сразу может настроить на то, что он будет действительно, как вы говорили, двигаться-двигаться и не останавливаться. Но Якушев, парень... Бросок с колен, то, о чем мы говорили. И оценка в Азаре сразу же. Лучше бы я не начинал. Не начинал предложение, которым пытался поддержать Дмитрия Якушева. А у него все шансы есть впереди. Потому что по предыдущим встречам так же. Если он начинал проигрывать, он больше заводился. Да, мы знаем. Главное не как начать, а как закончить. Это точно. Главное, конечный результат. Ну и сейчас будет ли отставить? Нет. Продолжает атаковать Шалимов Александр. Но готов. Готов он к сегодняшнему турниру. Турниру. Я бы сказал так. Даже если Дмитрий Якушев сегодня проиграет, это для него будет большим успехом. Да, и шаг вперед, конечно. Большим успехом, большим шагом вперед. Парню 19 лет. Ну и забрал хороший захват. Нет, на краю татами все остановилось. Показывает он, ну не знаю, у Александра может быть травмы какие-то есть. Но не было никаких там давления на локоть и движения, которое было за пределами дзюдо. Ну Шида получил. За выход за рабочую зону, да. Получает Шида. Ну Шалимов не будет стоять на месте. Он весь турнир борется очень быстро. Подготавливает атаки и делает их. Вот что и здесь мы видим. И близко к оценке в Азаре. Очень близко было. Молодец, молодец. Он демонстрирует вот своим стилем борьбы, он демонстрирует, как за счет скорости и взрывного момента атаки обыгрывать более высоких. Да, вот то, что не получилось в предыдущей схватке, то, что не получилось у Багаева. Как он не пытался, но слишком, слишком читаемы и слишком прямолинейны были его вот эти вот попытки. И еще раз атака броском с колен. А сейчас он будет переключаться, по всей видимости. Потому что видел я его технический арсенал. Он, знаете, может начать в одну сторону и тут же сделать зацеп изнутри. Забирает захват. Интересное действие было. Ну, не знаю, как это он смог. Как это он так смог его перевернуть. Да. Дмитрий, какую атаку делал, я сначала не понял. Может быть он завалился или скручивание делал какое-то нежданное. Но, тем не менее, не стоит. Хорошая схватка. Очень хорошая схватка. Он вполне достойная финала. Понятно, что опережает пока Шалимова Александра. Но Дима он и в предыдущих встречах, как я и говорил, отставить не собирается. Если проигрывает, он будет наступать и наступать. Но пока все-таки Шалимов предпочтительнее выглядит. И мне кажется, что Шидов в этот момент могут дать. За очередную атаку. Посмотрим, как решат судьи. Нет, поединок продолжается. Надежный захват у Александра. И быстро, разбивая по ногам, такой подготовки делает он. И тут же делает бросок с колен. Алексей Степанов, да, судья на ковре? Да, москвич Алексей Степанов. Обдумают. Но очень серьезный взгляд видно у Саши. Настроен. Настроен на этот поединок конкретно. Но и в предыдущих встречах он тоже очень здорово выглядел и хорошо боролся. Не знаю, что там просматриваю, какие просмотры сейчас делаются. Ну, мы еще раз напомним вам, что Шалимов выиграл у Романа Назарова, потом выиграл у Джавада Гусейнова. И вот таким был его футбол. Ну, все. Да. Третья Шида дали сейчас за... Потому что, да, Александр действительно более ярко выглядел. Ну, и оценку сделал. Бросок с колен мы видели. Потом еще один бросок, который был близок к оцененному действию. Надежный победу. Почему мы победили? Я хочу сказать, хоть мы и не услышали волшебного слова «япон», да, в финальном поединке весовой категории свыше 100 килограмм. Но поединок был действительно, действительно достоин, достоин финала. И я хочу поблагодарить и высказать свои слова, ну, не восхищение, а одобрение Дмитрию Якушеву, для которого выход в финал на таком турнире – это действительно шаг вперед. И вот он сейчас там принимает поздравления от своих поклонников, подошел к трибуне. А мы с вами давайте посмотрим вот за тем, как все происходило. Ну, что, молодец, молодец Шалимов, он очень, очень эффектно и эффективно отборолся в финале. Так что воздействия на соперника хватило. Ну, и вот вам, пожалуйста, финальная схватка. Прекрасный бросок на Вазаре Александра Шалимова. Ну, что, появились мужчины возле пьедестала почета. Так, Евгений Кулдин, да, вышел первым, руководитель судейского департамента. Так, и, ага, Виталий Леонидович Воронцов, президент федерации джидо. Красноярского края, заслуженный работник Российской Федерации и заслуженный работник Узбекистана. Ну, правильно, у нас же был на турнире один представитель Узбекистана. Значит, за третье место награждается Давудов Вацелов, Республика Дагестан. Вацелов Давудов, который переиграл в схватке за бронзу Галада Гусейнова. До сих пор не очень понятно, в чем там была причина задержки в поединке. Ну, то, что форма была обновлена, это факт. Это точно так оно и было. Ну, и финальная схватка очень хорошего качества в исполнении Дмитрия Якушева, ну и еще более высокого качества в исполнении Александра Шалимова. Севастополец стал победителем этого турнира. Такая красивая, энергетически вычерченная, если хотите, точка в наших соревнованиях, в индивидуальных соревнованиях. Ножидается тренер-победителя Вартанян Артур. Награду получает спортсмен. Честь победителя звучит государственный гимн Российской Федерации.